Добрый вечер всем еще раз поставьте пожалуйста плюсики если меня видно и слышно поставьте пожалуйста плюсики или плюс 10 или плюс 5 зависимости от того насколько хорошо меня слышно и видно так плюсики есть отлично хорошо значит будем начинать ну вот подождали пока немножко все собрались как всегда все опаздывают от ли даже на плюс 10 здорово хорошо ну давайте представлюсь еще раз кто меня не знает или может быть видит впервые меня зовут данична кашпаковская галина город возраст золотой директор и если не секрет напишите пожалуйста если здесь из присутствующих те кто меня сейчас видит и слышит если те кто меня видит впервые видит впервые и впервые и вообще новичок да вот вот новичок и впервые меня видит и слышит поставьте пожалуйста поставьте пожалуйста единичку единичку если вы новичок и если вы впервые возможно меня видите и слышите. Очень интересно, просто есть хотя бы… Так, есть Анастасия, новичок, да? Я пока буду начинать. Анастасия, напишите, пожалуйста, сколько вы уже в бизнесе, ну, чтобы я понимала, для кого мне больше давать информацию. Хотя информация-то уже готова, но все равно на что делать акцент. И если есть кроме Анастасии еще новички, то, конечно же, пишите. Напишите, пожалуйста. Так, походу, Анастасия только одна, новичок, да? Или, может быть, еще остальные стесняются. Так, кто-то еще пишет? Хорошо, пока вы пишете, тогда я буду пока начинать. Просто те, кто не новички, я вижу, здесь присутствуют те, кто уже давно меня знают. Возможно, я вас сегодня не удивлю. Наверное, скорее всего, это все-таки больше информации для новых консультантов и не только консультантов. Потому что, с одной стороны, мы вроде бы все это уже знаем, да? А с другой стороны, я не новичок, но впервые вас вижу. Ага, ага, ясно, интересно, хорошо, спасибо, Анастасия. Хорошо, это уже интересно, да? Если вы за два года впервые меня видите, значит, вам, наверное, больше интересна именно эта тема. Давайте поговорим, знаете, о чем? Вообще, почему я решила провести сегодня именно вот такую тему, да? Почему именно секреты азиатской молодости? Почему Восток? Почему именно эта тема красоты? Скажу вам честно, все началось вот с такого замечательного нашего продукта. Кто, кстати, пользовался уже этим продуктом? Наша эссенция Novage, да, новый продукт, он появился не так давно. Кто им уже пользовался, можете поставить плюсики. И, честно скажу, именно с этого продукта все началось. Почему? Потому что, когда я стала узнавать, что же это за такая эссенция, зачем она нам нужна, чем она отличается от сыворотки, вообще что-то такое, я столкнулась, что это азиатский тренд. И вот немного узнала о том, что это очень модно сейчас, все, что связано с Азией, потому что в Азии, оказывается, совершенно по-другому за кожей ухаживают. Мне стало интересно. И когда... Галина тоже пользуетесь, да? И вот когда я стала в этом немножко разбираться, думаю, интересно, ну что ж такого особенного в восточной красоте, да? Почему? Что там такого не похожего на наш ход, да? И оказалось, на самом деле, это очень интересная тема. И не только интересная тема, но, я думаю, еще и полезная очень для нас. Потому что, мне кажется, такой очень крутой пример для нас всех, как можно выглядеть, как можно ухаживать за собой и какие результаты можно получать. как-то свет немножко, немножко вбок. Можно чуть-чуть вот сюда вот, да? Тень, да. О, спасибо большое. Вот. Да, даже кто уже пробовал, да, говорите, что бомба. Хорошо. Ну, мы об этом конкретно продукте поговорим чуть-чуть позже. Может, вот сюда и поближе сюда, если можно. Да. Пораженный эффектом, да? Ну, вы знаете, да, я тоже очень-очень рада, но сейчас обо всем по порядочку, да, по ступенечкам, потихонечку. Смотрите, с чего, в общем, начинается, и чем вообще мы отличаемся от восточных красавиц, вообще от восточных людей, да, потому что не только женщины там так потрясающе выглядят, но и мужчины. Сейчас вы в этом убедитесь. И вообще начнем мы с того, что красота, я сегодня буду говорить не только о красоте, вот конкретно косметической, да, а вообще о Востоке, да, и чем же мы отличаемся, да, кто, может быть, не знает. И вот уже первый слайд, я думаю, что вы уже прочитали, да, что на сегодняшний день Япония занимает второе место по продолжительности жизни вообще, да. Японцы живут, как вы видите, в среднем 83-84 года, в Гонконге только 84 года они опережают, да. Вы знаете, мне кажется, причем это, смотрите, это средний возраст, это средний возраст. В отличие от, знаете, в Белоруссии какой средний возраст, да, примерно на 20 лет меньше, к сожалению, да. И вы можете сказать, что это, возможно, генетика, да, там как-то вот природа совершенно другая, климат другой, генетика совершенно другая, да, но сейчас вы убедитесь, что дело на самом деле не в этом. И вообще сразу заранее хочу сказать по поводу генетики, потому что очень часто люди, когда мы говорим об уходе за лицом, о коже, о морщинах, очень часто женщины, и не только женщины, любят сразу же все спихивать на генетику, да, ну вот у тебя гены такие, поэтому ты такая вот стройная, худенькая, поэтому вот у тебя там такие волосы, поэтому у тебя такая кожа и так далее, да. На самом деле хочу сразу же сказать об этом, вы можете эту информацию прочитать где угодно, это не я придумала, это доказано всеми уже учеными, генетика это только 20%, 20%. То, как мы выглядим, наше здоровье, наше самочувствие, наша внешность, абсолютно все, что мы имеем на сегодняшний день, 20%, 20% всего лишь это генетика, а 80% это то, что мы с вами делаем каждый день, как мы питаемся, как мы ухаживаем за собой, как мы, вообще, какой у нас образ жизни, 80% это то, что мы делаем вместе с вами каждый день, с нашей внешностью, с нашим здоровьем. Поэтому давайте на генетику не будем все спихивать, да, а будем работать над собой. Итак, про то, что, да, вы можете сказать, ну вот может быть они такие вот от природы, и всегда были вот такие эти японцы, китайцы, да, вот они вот такие вот, всегда они такими были, и вот у них там какие-то особенности, но нет, да, вот вы наверняка видите эту картинку, да, и можете прочитать, что буквально 100 лет назад приблизительно, да, даже чуть больше, средняя продолжительность была совершенно другой, средняя продолжительность была 40-50 лет, причем, что к этому возрасту уже жители восточных стран были уже глубокие-глубокие старики. Вот, и как уже прочитали, да, на сегодняшний день эта картина полностью поменялась в противоположную сторону, и благодаря чему сейчас мы будем узнавать. Сейчас немножко вас так повеселю чуть-чуть, да, давайте немножко погадаем, да, поскольку не только женщины так выглядят хорошо на Востоке, да, но еще и мужчины. Как вы думаете, сколько лет этому парню? Давайте вот сейчас ваши варианты. Ну, вот это как бы такие официальные источники, это я не придумала. А, Валентина уже знает, наверное, да, Валентина знает, да. Ну, честно скажу, я была очень удивлена. Кто говорит 36, кто говорит 50. Ну, честно, вот не знаю, я бы ему дала бы, ну, максимум лет 30, ну, вот честно, да. Да, да, Анна, я с вами полностью согласна, я бы тоже бы ему дала лет 30. Поскольку, ну, у нас уже такая тема, да, и мы уже знаем, что где-то здесь есть подвох, да, и наверняка он намного старше. На самом деле, да, этот парень, зовут его Чуан До Тан, ему 50 лет, и посмотрите, какое у него не только лицо, да, какой он весь из себя, да. Ну, и вы можете, глядя на его, как он выглядит, да, на этого парня, да, вы догадываетесь наверняка, да, что это вот он не родился вот таким, да, на лицо просто, и не только на лицо, да, видно его ежедневная работа над собой, и он так и говорит, то, что я, как я выгляжу на сегодняшний день, это мой ежедневный труд, это физические ежедневные упражнения, тренировки, правильное питание, никаких вредных привычек и так далее. 100% она с вами полностью согласна, что 30-летние парни у нас так не выглядят, да, вот как вот, как там, в 50, да. Как вы думаете, сколько лет этой девушке? Тоже мне очень интересно ваше мнение. Ну, давайте быстренько погадаем. Я уже, ну, так, да, что вы, конечно же, будете давать сейчас намного больше, но вот если бы вы не знали, какая у нас тема, да, а вот просто вот, ну, вот вы увидели впервые эту девушку на улице, и вот сколько бы вы просто бы дали бы ей лет, да, 25, да. Ну, вот честно, я тоже вот, я бы ее когда увидела, я вот об этом думала, ну, я бы, наверное, тоже бы, наверное, больше 25 не дала бы, да. Ну, вот Татьяна дает, потому что она уже знает, да, что что-то не просто так, да. На самом деле, этой девушке, зовут ее Масака Мизутани, и ей 49 лет, да. Все бы мы хотели, я думаю, выглядеть в 49 лет, как Масака, да. Ну, вот так вот. Да, 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 100%, да. И как вы думаете, сколько этой девушке лет, да? То есть это не один единственный пример, да. Вот я вам фотография, хочу хотя бы несколько примеров вам показать, как вот, ну, давайте, вот, попробуйте, попробуйте еще вот, как вы думаете, сколько лет этой девчонки, я бы так сказала, да, такой очаровашки, такой вот, ни одной морщинки не видно, да, такие губки, такая кожа. Да, совершенно с вами согласна. Больше 20-25, вот даже, вот, не знаю, даже 19 я бы ей, вот, могла бы дать, да. Ну, на самом деле, вот, девушке этой 46 лет. Риса Хирака, да, ну, как бы тоже такое имя интересное. Да, совершенно верно. Да, Анна, я буду раскрывать секреты, буду, конечно же, обязательно. Все по порядку, все. Не спешите. Меня еще вдохновило, не буду вас мочить, сколько же ей лет. Вот эта женщина тоже, Лю Сау Цин, 61 год, да, вот, в принципе, она примерно такого же возраста, как моя мама. И, конечно же, наверное, любая девушка, любая женщина мечтает, чтобы ее мама выглядела так в 61 год, да, в 60-61 год, конечно же, она выглядит как фотомодель, и не только фотомодель. Ну, конечно же, потрясающие результаты. Да-да-да, сейчас так все мы, уже я все спросила, да. На фотографии, когда я вас заинтересую. Анна, вы потрясающая, тоже выглядите, не переживайте. Сейчас я вам расскажу все их секреты, и мы будем с вами выглядеть точно так же. Ну, вот, посмотрите, да, та самая фотография, когда я сегодня днем скидывала ее в чат и спрашивала, как вы думаете, сколько кому лет, кто дочка, кто мама, подружка, или сестра, сестра, подружка, и так далее, да. Вот, посмотрите, 49-летняя мама со своей 25-летней дочкой, где, если бы не подписано было, кто вот, ну, кто знает английский, тот уже догадался, где дочка, где мама, да, но если бы не было подписано, вот, честно, я очень долго смотрела на эту фотографию, я никак не могла все-таки понять, ну, думала, вот что-то, какие-то вот секреты, вот что-нибудь я найду. Вот это, может быть, или по взгляду, или вот это вот какая-то морщинка, но я ничего не нашла. И вот, посмотрите, вот в двух словах секрет, да, на наведение красоты массака тратит 5 часов в день, 5 часов в день, да, ну, результат соответствующий, да. В ее программу по ежедневному уходу ходит массаж, это, естественно, нанесение дорогих кремов. Ну, сегодня мы говорим про восточных красавиц, да. Кроме того, японка пьет много воды, это же, конечно же, тоже не секрет ни для кого из нас, да, и спит не менее 8 часов в день, но каждое утро она просыпается в 5 часов утра, 5 часов утра, и сразу же приступает к косметическим процедурам. Кто у нас так делает? Вот поэтому давайте не будем говорить о генетике, да, никто у нас так не делает практически, да. И начнем же раскрывать вот такие секреты, да, по полочкам. Первый и так далее, да. Первый, самый основной. Да, 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 и щечки. Ну, по всему, в принципе, видно, да, хотя, вы знаете, так если разобраться, ну, смотрите, самое, если говорить уже про кожу, да, ну, ладно, подождите, давайте немножко попозже, сейчас мы до кожи дойдем, начнем все-таки, потому что здесь дело не только в коже, не только в уходе, да. Секрет. Самый первый. Азиатские красавицы, назад это, конечно же, рацион, да, то, как они питаются. В основе рациона японок, овощи и круп, овощи, фрукты и, конечно же, крупы. Вы все знаете, как они обожают рис, но заметьте, да, что рис они употребляют только очень высококачественный, не такой, как у нас покупают, просто, я знаете, что заметила, когда я всегда выбираю рис, хороший очень, я уже несколько лет, не покупаю просто рис, просто вот подряд любой рис, да, а покупаю, я уже знаю какой, да, он должен быть не очищенный, не шлифованный, не пропаренный, бурый, ну и так далее, да, я покупаю красный рис, черный рис и белый, не шлифованный, не пропаренный, как я уже сказала, да, вот из него я готовлю все блюда, плови и так далее, все остальные, любые вообще из риса, и я сталкиваюсь с тем, что даже и продавцы в магазинах не вникают в это, то есть понятно сразу, что никто не интересуется этим вопросом и покупают, да, 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 вот, покупают просто тот рис, который, ну вот просто вот, наверное, или просто подешевле, или даже просто никогда не интересовались даже этим вопросом, а на самом деле очень большое внимание этому уделяют восточные красавицы, да, то есть они покупают только очень высококачественный рис, высококачественные крупы, и смотрите, Обязательно у них в рационе очень много сезонной растительной пищи, то есть это овощи, фрукты, бобовых очень много, и только 30% максимум у них будет составлять из их рациона максимум, это мясо или рыбы, морепродукты и так далее. А 70% это овощи, фрукты и бобовые крупы. Кто у нас так питается? Ну конечно же почти никто, честно скажу, потому что наблюдаю за белорусскими красавицами, и конечно же картошка, картошка, макароны, сосиски, котлетки и вот-вот-вот весь наш рацион. А если салатик, то это не 70% от приема пищи, а в лучшем случае процентов 10, и то далеко-далеко не всегда. Это то, что я наблюдаю за белорусскими жителями, как мы все с вами питаемся. И я, по крайней мере, в своей семье пытаюсь это изменить. Мы кушаем салаты в огромных-огромных размерах, да, и свежих овощей. Ну, пойдем дальше, да. Речь не обо мне, не о нашей семье, а все-таки об азиатской красоте, да, что же они делают. Да, да, Дарья 100% я знаю, 100% с Анжием, да, питаются именно так. Ну, и на лицо тоже и внешний вид, и все остальное, да. Секрет номер два. У них целая философия правильного питания. Смотрите, как только ребенок попадает в детский сад или школу, его начинают приучать к здоровой натуральной пище. Большое внимание уделяется тому, чтобы он ел все. Ну, понятно, не все, а все то, что ему необходимо для здоровья, да. Разрабатывают систему дошкольного и школьного питания диетологи, которые очень мягко, мягко расширяют рацион малыша. То есть, вот все, вот это вот очень важно. Например, из двух не очень любимых продуктов, да, предлагают выбрать один и съесть половину порции. То есть, смотрите, как делают. Опять-таки, не заставляют кушать. Вот ты обязан, как вот у нас, да. Вот я вот вижу, как заставляют детей. Пока ты не съешь вот это, ты из-за стола не выйдешь, да. Это любимая фраза была и наших родителей, и бабушек, дедушек, и всех, кого я, в принципе, знаю, наблюдаю. Заставляют детей очень сильно. Это тоже не очень хорошо, потому что, в принципе, у детей вырабатывается, мне кажется, такое отвращение к некоторым полезным продуктам. Они делают это очень мягко, корректно, да, вот так вот, по-хитренькому, можно сказать, да. То есть, вот ты не любишь, например, ни огурец, ни морковку, да, но вот ты все-таки выбери что-нибудь, или огурец, или морковку, и съешь хотя бы чуть-чуть, да. То есть, они по чуть-чуть, очень плавно, корректно, но они прекрасно понимают, что им нужно это сделать для того, чтобы ребенок дальше рос здоровый, с полезными привычками, правильными. Потому что, ну, потом же это будет в плюс и родителям, и ребенку, они этому уделяют очень-очень большое внимание. Это я так сократила текст, на самом деле, там очень много информации на эту тему, с ними работают и психологи, и, в общем, они очень-очень самого рождения занимаются усиленно этим вопросом с детками. Секрет номер три. Причем, смотрите, я эту информацию, вы можете сказать, или подумать, там, да, ну, вот, ты эту информацию взяла где-нибудь на сейме, или где-то вот из-за рефлейм источников, да, чтобы продвинуть, там, wellness, какие-то косметические продукты и так далее. Нет, на самом деле, я специально все вот то, что я сегодня рассказываю, всю эту информацию я брала из независимых источников. Даже с сайта Космополитен, да, даже вот с разных, не буду говорить еще с каких, это абсолютно, где-то примерно пять абсолютно разных источников. И вот я очень-очень хорошо изучила этот вопрос, и вот вывела такое вот, знаете, как вот самое-самое такое вот золотую середину, то, про что говорят все. Все и пишут вот про секреты Востока, да, красоты и долгожительства, будем так говорить. Ну, вы можете это проверить, можете сами поинтересоваться, и вы поймете, что я точно вам, вам не приукрашиваю ничего, это абсолютно все не из-за рефлейм источников, но так очень интересно, что все это очень-очень нам близко. Японки принимают БАДы. 90% жителей принимают БАДы, витамины в виде каких-то сиропов, жидкостей или просто вот в виде капсул, в виде таблеточек, в виде витаминчиков. Но они прекрасно понимают, что на сегодняшний день продукты питания, ну, мы не можем скушать столько продуктов, чтобы обеспечить суточную норму. Суточную норму всего, что организму необходимо для того, чтобы он был на протяжении 100 лет здоровым, красивым, бодрым и так далее. И, ну, вот в развитых странах, таких как Япония, Китай и так далее, все уже прекрасно понимают, что БАДы, витамины – это необходимая ежедневная такая вот составляющая. Осталось только нам к этому прибегнуть, да, у нас есть Wellness, я тоже, мы уже очень много лет, каждый день пьем наш Wellness Pack. Так, нельзя было показать, да, наши коктейли, наши супчики, мы это все употребляем каждый день, и поэтому вам этого же и желаю. Но уже не буду вам показывать, я думаю, из присутствующих все употребляют Wellness, если кто-то не употребляет, можете здесь дать знак, я вам покажу. Следующий секрет, секрет номер 4, да, смотрите, да, ну вот здесь вот уже прочитаем, да, в то время как изо всех сил европейцы пытаются загореть, мы все с вами, да, ловим первые лучи солнца, да, жаримся в соляриях зимой, я знаю, очень многие так делают, и я сама так делала много лет назад, мне очень хотелось быть такой прям смуглой красавицей, да, но вот посмотрите на статистику, да, вот у японцев, да, у них солнце вообще под запретом, да, то есть мало того, что они пользуются минимум, у них СПФ 50, минимум, не максимум, а минимум у них солнцезащитные средства ежедневные, это СПФ 50, да, даже когда нет солнца, даже когда дождливая погода, даже когда они находятся дома и не выходят на улицу, да, ну а вдруг они вот выскочат где-нибудь на 5 минут на улицу, там, предположим, там, вынести мусор и там сбегать там опять в магазин, они все равно каждый день пользуются СПФ 50 защитными средствами, и у них СПФ-факторы содержатся, у них это такая прям супер-супер фишка обязательная, у них СПФ-фактор везде, и в увлажняющих средствах, и в декоративной косметике, и в тональных основах, и вот везде, везде, где только можно, они везде, вот, добавляют СПФ-фактор, но несмотря на это, несмотря на то, что они всегда используют минимум СПФ 50, солнцезащитные средства, они все равно, когда солнце, все равно защищают свою кожу шляпами, зонтиками, перчатками, то есть у них вот защита просто вот со всех, со всех сторон, ну, у них даже не знаю, знаете, может быть, или не знаете, думаю, что вы это уже знаете, у них еще и такое вот есть, это как-то, то есть у них считается, что если ты загорелая, ты из бедной очень семьи, почему, потому что, ну вот, у них бедные работают на полях, а если ты работаешь на полях, то ты постоянно под солнцем, у тебя сгорает кожа, ну и вот у них такое вот, то есть если ты загорелый, то ты, значит, очень бедный, у тебя очень маленький достаток, да, в общем, как бы у них это еще и говорит цвет кожи о социальном статусе таком, будем так говорить, да, о материальном уровне вас и вашей семьи, да, о социальном статусе, ну вот у них это очень-очень цвет кожи, они уделяют этому очень-очень большое внимание и значение. У нас есть, к счастью, в Арифлейм, есть такой замечательный крем, кстати, не так давно появился, он защищает нашу кожу, тоже со SPF 50, защищает кожу от всех видов излучения солнечного, и я вам очень-очень рекомендую, особенно те, у кого еще и кожа склонна к пигментации, гиперпигментации. Сама лично, честно вам скажу, сама лично я им еще не пользовалась, да, потому что, ну, пигментации у меня не было, да, и как бы я вот такая вот всегда была довольна. Ну вот честно скажу, что вот после того, как я изучила их философию, да, я сейчас тоже буду много чего использовать и немножко пересмотрю тоже свой ежедневный уход. Следующий секрет, вы, меня слышно вообще, слышно, видно, вы так перестали что-то писать, может быть, может быть, меня не слышно. Так, слышно, видно, да, отлично, хорошо. Можете поставить плюсики, да. Отлично, значит, слышно. Хорошо, спасибо. На плюс 10, отлично. Идем дальше. Секрет номер 5. Заслушались, отлично. Евгения, хорошо, спасибо. Так, на секундочку только возьму побить, очень хочется пить. Одну секунду, одну секунду. Ой, я смотрю, что вы пишете, что заслушались. Так, ну, надеюсь, что-то новое сегодня вы услышите для себя. Секрет номер 5. Для японок уход за кожей, это для них целый ритуал. Но мы уже перед этим рассказывали, да, про такую вот красавицу, да, мы читали. Ой, какие сложные имена, но не запомнила. Что 5 часов, да, вот эта вот японская красавица, 5 часов уделяет в день уходу за своей кожей. Ну, да, для них это целый ритуал, многоступенчатый. Они считают, самое первое, конечно, для них это очень важное очищение, очень правильно. И никто из них не использует, не умывается, вот просто, там, знаете, там, водой, мылом. Это вообще не очищение для них. Сейчас мы более подробно дальше поговорим об этом. Японские женщины очень любят несмываемые маски, которые носятся на ночь и действуют на кожу. Ну, вы можете прочитать 10-12 часов и по поводу несмываемых масок, да, вы все знаете, что у нас появилась тоже вот такая вот, кстати, уже довольно-таки давно появилась вот такая вот несмываемая маска. Я ей пользуюсь тоже уже, честно скажу, давно. Она мне очень нравится. Ну, вот могу даже, вот кто еще здесь, поставьте, поставьте минус, кто еще не пробовал эту маску. Поставьте минус, я тогда про нее расскажу. Если есть те, кто не пробовал еще ни разу эту масочку, я вам про нее буквально два слова расскажу. Вот, так, что вижу, что вы пишете, да, ну, 100% хотя бы несколько человек здесь будут вот такие. Смотрите, эта маска, она вот такая вот похожая на крем, она очень густая. Вот, посмотрите, я переворачиваю вверх ногами крем, да, и она не выливается. Да, 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 это тоже моя любовь, да. Валерия, смотрите, я вам сейчас покажу вот так вот консистенцию, да, вот, чтобы вам было видно. Вот так вот я беру, посмотрите, она вот такая вот, как густой такой питательный крем. Наносится эта маска на лицо толстым слоем, то есть, смотрите, вот таким вот видимым. Ну, вот я взяла ее совсем чуть-чуть, да, наносится вот таким вот толстеньким-толстеньким слоем. Что в этой маске такого особенного? В ней очень много гиалуроновой кислоты, очень большая концентрация гиалуроновой кислоты. Вы все, это самый такой главный компонент, конечно же, в ней очень много всего. Витамин, масел, она очень-очень здорово увлажняет кожу. Я вот часто даже вот растерла вот эту вот немножко этой маски по руке, и кожа абсолютно сразу же полностью поменялась. Как наносить эту маску? Вот вы на ночь, это на всю ночь наносится, вы кожу очистили, протонизировали, нанесли эссенцию, об этом будем сейчас попозже говорить, сыворотку, ночной крем, и сверху на ночной крем, вот сверху, ну, сейчас нет под руками ночного крема, сверху, прямо на ночной крем, вы наносите толстым слоем эту масочку, и спокойненько идете отдыхать. И эта маска работает всю ночь, и когда вы утром будете умываться, вы посмотрите, какая у вас будет кожа. Вы будете, вот когда вы будете умываться, вы будете чувствовать под пальчиками, ну, как будто бы вы помолодели сразу лет на 10. Да, кожа будет такая гладенькая, упругая. Что делает гиалуроновая кислота? Да, молекулы гиалуроновой кислоты, они притягивают, одна молекула притягивает тысячи молекул воды в вашу кожу, поэтому тоже еще очень важно, кстати, в такой зимний период увлажняйте воздух в квартире, потому что если очень-очень сухой воздух, то откуда же эта кислота будет притягивать влагу? Ниоткуда, да, поэтому, конечно же, обязательно увлажняйте воздух и используйте вот такие вот замечательные масочки. У нас есть такие продукты, которые любят восточные красавицы. Да, 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 я тоже обожаю эту маску. Вот. И еще, да, масок у нас, в принципе, очень много, да, используйте их все, но вот такие вот, особенно маски для ленивых их называют, да, нанес и все, и только утром потом смыл, когда просто умываешься. Значит, еще один, да, интересный момент, да, на столике японки ты никогда не увидишь разномастного набора лосьонов, сывороток и кремов. Все средства должны быть из одной линейки. Почему? То есть вот нас об этом всегда учат в Эрифлейм, да, что должна быть коллекция, вот мне Афродита, моя собака, помогает считать лекцию, да. Нас об этом учат, но оказывается, японок тоже, и восточных красавиц учат этому с детства, что должен быть комплексный уход, должна быть одна коллекция, и очищение, тоник, тонизирование, сыворотки и так далее, должно быть все, да, должно быть все с одной серии, потому что они друг друга усиливают, они друг друга дополняют. Ага, да, вот немножко тоже про эту масочку, я про нее уже немножко сказала, но можете прочитать. Комплексный уход друг друга дополняет и усиливает, то есть одно средство, это вот такой вот эффект, да, если так вот с простыми словами, да, а комплекс из этих средств, это вот совершенно другой. В 7 раз эффективнее использовать комплексный уход, чем просто какие-то отдельные средства. Ну вот вы видите, да, для чего эта масочка, да, и повышает уровень увлажненности, и различные масла, да, такие вот прям, еще попробую выговорить, да, инка-инчи, купуас, да, очень трудно мне всегда выговаривать такие названия, которыми ты не пользуешься каждый день. Повышает эластичность, упругость, улучшает цвет лица, уменьшает проявление мимических морщин и так далее, да. Ну вот главный секрет, это, конечно, содержание гиалуроновой кислоты в очень большой концентрации. И про комплексный уход, да, про это мы уже говорили, что каждый компонент из комплексного ухода усиливает друг друга многократно. Моя лично любимая коллекция, это Экологен, я сейчас пользуюсь уже много-много лет, полностью всей этой коллекции, очень-очень довольна. Сейчас она обновилась, вот в следующем каталоге уже попробуем новинку, вот. И так, прям вот сейчас вот детально мы рассмотрим, прям что же они такого вот прям необычного делают, потому что пока вроде бы все похоже, вот как мы делаем, да, пока вроде бы ничего такого естественного. Но самое первое, да, что они используют каждый день, вот в каждый прием, такой вот, вернее, в каждую процедуру красоты и утром и вечером, они используют от 5 до 20 средств, вот за раз, да, многоступенчатый системный уход ежедневный. Вот их секрет, да, и сейчас об этом, о каждом шаге поподробнее. Первое, это очищение. Честно вам скажу, я была так приятно удивлена, когда я прочитала про то, что в очищении японки и китаянки, да, ну вот все восточные красавицы используют вот наши спонжики, ну не только наши, да, я думаю у них там своего, своих восточных производителей хватает, да, но вот спонж коньяка, они его все обожают, видите, они используют для умывания с пенкой именно вот такие вот спонжи коньяка, потому что это натуральный продукт, натуральный. И честно вам скажу, это вот он такой сухой, вот не знаю, кто им пользуется, поставьте, давайте, кто еще не пробовал его, поставьте минус, да, потому что, и буду знать, что есть те, которые его еще не, смотрите, кто еще его не испробовал, да. Вот он, смотри, такой сухой, слышите, он так вот стучит, как камушек, вот, то есть он высыхает и становится вот такой вот, как такой вот прям, как маленький такой речной камушек, ага, не пробовали еще, да, тогда буду рассказывать, да, когда вы его, ну, как бы опускаете в горячую воду или под струю тепленькой водички, да, ага, а, многие еще не пробовали его, ой, боже, что же, вы упустили, аж как вы тогда умываетесь, ой, вы не представляете, что вы потеряли, но я надеюсь, что после сегодняшнего вебинара вы его закажете, потому что это уникальная просто вещь, честно вам скажу, как только я его, ну, вот, когда он только у нас появился, я так прочитала про него, думаю, ну, что-то такое интересное, необычное, дай попробую закажу, потому что вообще я обычно умываюсь аппаратом SkinPro, и раньше еще, вот, поскольку аппаратом SkinPro нельзя, конечно, пользоваться каждый день, вы знаете, да, 2-3 раза в неделю, а все остальное время нужно какими-то, ну, просто руками, я не люблю, честно, как бы, я как-то, ну, вот, мне кажется, как-то плохо очищение проходит, и это правда, просто руками, на самом деле, это, ну, такое только поверхностное очищение, и когда, и желтенькие, помните, у нас такие желтенькие, кругленькие были губки, я вот пользовалась каждый день желтенькими такими губочками, и думаю, ну, в принципе, ну, а этот спонж коньяку, как бы, дороже, в принципе, примерно в 10 раз, да, думаю, интересно, вот, ну, вот, просто интересно, но вот чем же он лучше, да, чем он отличается? Заказала, вот этим вот коньяку каждый день, этим точно каждый день, это аппаратом SkinPro не запользоваться каждый день, а этой вот штучкой замечательной, волшебной, 100% можно каждый день, японки его используют каждый день утром и вечером для очищения, это я уже точно узнала, видите, вот, у них, они бывают, эти спонжи коньяку разной формы, разного размера, и для детей, и для взрослых, и даже для тела, вот, честно, я уже знаю, какой он классный для лица, если бы у нас еще появился такой для тела, я бы и для тела бы заказала, ну, вот, смотрите, вот, как только он попадает в тепленькую водичку, он увеличивается в размерах, он становится такой большой, такой, наверное, да, 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 ой, Валерия, вот, попробуйте, вот, просто закажите один раз, попробуйте, вы посмотрите, это просто небо и земля, я тоже думала, что это, в принципе, примерно то же самое, зачем смысл платить за какой-то спонж беленький коньяку, там, допустим, там, в 10 раз больше, да, но это абсолютно разные вещи, абсолютно, на сегодняшний день, он у меня уже второй, наверное, или третий, его хватает, это примерно на полгодика, я прям, да, настолько не привыкла до красоты, никак не могу привыкнуть, лучше 100%, да, 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 Виктория, да, я помню, да, 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 100%, да, те, кто попробовал, вот, Виктория тоже попробовала на индивидуальном подборе, и тоже 100% сразу себе заказала, потому что, на самом деле, попробуйте один раз, вы почувствуете разницу, вы знаете, я сейчас могу, сравнить, вот, честно, вот, без преувеличения, когда вы закажете, и вот по ощущениям разница между желтеньким, кругленьким спонжиком и вот этим вот спонжем коньяку, знаете, это все равно, что, допустим, вы раньше умывались наждачной бумагой крупной, вот честно вам скажу, а теперь вы умываетесь, ну, вот, протираете лицо шелковым полотенечком, да, шелковым платочком, да, ну, вот такое смешное сравнение, но вот честно, вот такая настолько разница огромная, то есть он становится потом мягкий, мягкий, увеличивается в 3 раза примерно в размере, в 2 или в 3, только вот как медузка такой становится, гладенький, мягенький, и именно с этим, да, 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 100%, да, как лепестками лотоса, и когда вы умываетесь именно этим спонжем, во-первых, он еще такую классную пенку сразу делает с вашим пенообразующим, если вы гелем очищаете с пенкой, да, ну, вот я, например, люблю очень пенкой умывать лицо, да, то получается очень такая густая классная пенка, и вот очищение просто проходит именно с этим спонжем, ну, вот просто вот такое удовольствие получать, вот такой вот нежный-нежный массаж, прям, вы знаете, я бывает даже так балдею, да, будем так говорить, что бывает ловлю себя на мысли, что я вот этим спонжем тру-тру, да, вот так вот задумаюсь прям, и я потом, ой, я же уже давным-давно все смыла, вот все еще продолжаю этим спонжиком умываться, поэтому кто еще не пробовал, закажите, попробуйте, вы посмотрите, какая это крутая вещь, какое это удовольствие. Тонизирование. Этап тонизирования. Сейчас попью водички, секундочку. Ой, как хочется пить. Так, тонизирование. Тонизирование тоже в Японии очень-очень важно, по крайней мере, да, у них. Для нас, что, для нас тонизирование всегда было, это как такой второй этап очищения, как мы всегда говорили, да, поры сужаются, мы там окончательно очищаем кожу, но вот смотрите, для них тонизирование, это даже не столько второй этап очищения, сколько этап увлажнения, да, и вот использование тонера помогает восстановить наш баланс кожи после умывания, готовит к последующему ходу нанесения эссенции. Я могу сказать, что я изучила этот вопрос, да, и у них тоники, они очень часто используют, кстати, может быть, даже дальше на следующих слайдах это будет описано. Да, 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 вот. А, здесь про скорость, да, да, ну давайте проговорим про скорость. После умывания у вас есть максимум минута, а вообще они рекомендуют несколько секунд максимум. А, самое первое, что они рекомендуют, как только вы умылись, вот вы смыли водой, допустим, очищающее средство, гель-пенку или вот то очищающее средство, которым вы очищаете кожу, да, следующий этап тонизирования у вас должен быть желательно вот тут же, то есть вы не протираете ни в коем случае лицо полотенцем, этого делать вообще ни в коем случае нельзя, потому что полотенце высасывает, знаете, как пылесос, высасывает влагу из вашей кожи. Максимум, что можно использовать бумажное, они рекомендуют бумажные одноразовые такие вот полотенца, вы знаете, да, и просто промокнуть этим бумажным полотенчиком, просто промокнуть ту водичку, которой, ну, чтобы она не потекла там вот на всю тело, на одежду, да, немножко промокнули и все, и потом сразу же, тут же, вот для них тут важна скорость, между очищением и тонизированием очень важна скорость, чтобы влага не успевала ни в коем случае испариться. Они тут же в течение секунды, двух, трех тонизируют лицо, то есть ватный диск, да, даже некоторые тонизируют без ватного диска, просто на ладошки наносят тоник и затем наносят тоник на кожу. Ну, если даже мы не будем, будем традиционно, например, да, рассматривать, на ватный диск они наносят тоник, протирают, потом тут же опять-таки важна скорость, сразу же очень-очень быстро делают следующие этапы, пока, чтобы не испарились вот эти вот увлажняющие компоненты, чтобы не испарились молекулы воды, чтобы не испарились увлажняющие компоненты тоника и так далее. Они следующие, следующие очень быстро. Вот эти вот первые этапы, они делают молниеносно, для них это очень важно, Очень-очень важно сохранить вот эту вот влагу в коже. И потом увлажняющими средствами, маслами и так далее запечатать ее, чтобы вот вся влага осталась в коже и сверху защитный слой. Все, вот влага внутри. Ну вот что здесь, что они здесь пишут? Минутку, ну минутку, это так вот, они так совсем, так вот совсем-совсем, эта минутка, они рекомендуют в течение нескольких секунд протонизировать лицо. Чем быстрее, тем лучше. Что, бесполезно? Так, да, да, бесполезно. Потом, да, вот даже не говорит, что если вы это сделали позже, тонизирование, то это уже не имеет никакого смысла, когда уже вся влага испарилась с поверхности лица. Я просто, знаете, почему я вот на этом делаю акцент? Потому что я очень часто наблюдаю картину, когда особенно я, например, делаю индивидуальный подбор девушкам новеньким, да, и если я это делаю у них дома, и я вижу, как они в привычной домашней ситуации умываются, они вот, например, я вот говорю, вот сейчас очищающее средство, бери вот этим вот спонжиком, они, значит, вроде бы правильно умылись, да, смыли водой, и потом, я даже не успеваю еще им сказать, они тут же берут полотенце в ванной и быстро вытирают свое лицо. Я даже не успеваю мне ничего сказать, понимаете, то есть я только потом говорю, не делай так больше никогда. Ни в коем случае, потому что вообще полотенце – это пылесборник в ванной. Одно дело, если вы меняете его каждый день, ну тогда еще ладно, но вообще полотенце нельзя протирать, я уже об этом говорила, да, потому что оно впитывает, высасывает из вашего лица влагу, этого ни в коем случае не заделать. Поэтому даже если у вас каждый день меняется полотенце новостерильное, вот только вот чуть-чуть, вот эту вот водичку, которая стекает. Ага, да-да-да, да, я уже, да, поговорила, так, проговорила, это рассказала. Используется не только для тонизирования кожи. Да, вот даже и перед масками они используют тоник, заливать спрессованные маски. Да, вы знаете, вот честно вам скажу, когда у нас появились, помните, у нас появились такие тканевые маски для лица, набор, набор тканевых масочек, таких вот, по-моему, прессованные или не прессованные, и там было указано в инструкции, что их нужно смачивать тоником. Да, сейчас попью пока водички. Кто помнит про эти маски, они, по-моему, до сих пор есть в каталоге, но поставьте, пожалуйста, плюсики. Честно вам скажу, когда они появились, помните, когда появились эти тканевые маски сухие, я вообще не понимала, зачем, зачем эти маски сухие, зачем брать тоник, смачивать эти маски, а потом прикладывать эти маски сухие с тоником, с тоником, ага, да, пользуются. Вот, видите, вот. А я, честно вам скажу, я ни разу эти маски сухие не покупала. Вот, Наталья даже делала, видите. А оказывается, откуда это пришло? Это все с Азии, это все с Востока. Оказывается, азиатки так делают. И делают, по возможности, каждый день даже это. Но если не получается каждый день, ну, вот те, кто вот особенно за собой тщательно ухаживает, они делают, ну, они стараются делать маски с тоником хотя бы на 3 минутки. Я читала, что они, например, если нет под руками вот этих вот тканевых сухих масок, которые вы пропитываете тониками, потом накладываете, то они хотя бы берут ватные диски, делят их на несколько частей, на таких тоненьких, да, смачивают ватные диски тоником, прикладывают на самые такие вот, ну, на самые такие крупные части лица, да, и вот несколько минут держат ватные диски с тоником, то есть такую вот увлажняющую такую масочку делают из тоника. Ну, в идеале, конечно же, опять-таки, брать эти тканевые маски, пропитывать тоником, накладывать и вот несколько минуток, хотя бы минутки 3-5. Вот видите, сегодня делали, замечательно А я, честно скажу, до этого никогда не делала, сейчас я начну делать Ну плюс у нас еще есть, ой, не взяла сейчас покрасить, у меня тоже тканевые маски на Vage Вы видели, они в таких вот больших классных упаковках Тоже потрясающее действие Их не нужно смывать, очень часто спрашивают, нужно ли их смывать и что с ними делать Их не нужно смывать Они подходят для любого возраста Если вы хотите сохранить с молодости красоту надолго Используйте их и с 20, и с 25 лет, с 30 лет Это все плюс вашей красоте и молодости на будущее Да, вот про прессованные маски мы поговорили, что они используют их постоянно Да, тканевые маски И еще они тоники используют в качестве спрея Помните, у нас был даже такой Потом, правда, его уже перестали, не делают По-моему, сейчас уже не производят Но у нас был такой тоник-спрей для чувствительной кожи Это все тоже оттуда Именно используют очень-очень активно вот такое вот увлажнение в течение дня Дополнительное увлажнение в течение дня Восточные красавицы, да, они просто вот, допустим, подсыхает кожа Они вот так раз-раз сбрызнули все лицо увлажняющим тоником Даже сверху на макияж Потому что вот если вы пользовались таки Я просто помню ощущение этого тоника Он разбрызгивается очень-очень мелко И в принципе, косметологи рекомендуют В любой тоник, которым вы пользуетесь каждый день Сейчас у нас уже очищение такое два в одном на Вэйдж, да Но очень много у нас тоников и в коллекции Optimals У нас причем есть тоники еще на Вэйдж Очень часто по распродаже В различных распродажах, например, клуба И в различных других распродажах Поэтому можно запастись и делать маски с тониками И хватит нам надолго, да Можно закупиться и омолаживаться каждый день Да, и взять можно пульверизатор с другого какого-то средства И точно так же использовать и увлажнять кожу тоником в течение всего дня Функциональный уход, да То есть что после тоника мы, не мы вернее делаем Но мы уже тоже делаем Вот как только появилась у нас эссенция Да, я тоже стала точно так же делать Но вот на сегодня я узнала, оказывается Восточные красавицы делают так уже очень-очень давно То есть они используют сразу же, сразу же Очень-очень быстро после тоника Сразу же эссенцию, а затем сыворотку То есть очень часто тоже спрашивают А можно ли просто эссенцию? А у меня кожа жирная Поэтому я может быть только вот эссенцию Или только сыворотку Вы, конечно же, можете использовать только эссенцию Или только сыворотку Но вы должны понимать, какой у вас будет результат на выходе Спустя годы мы будем видеть разницу То, как мы поухаживали, как мы в себя вложили Будем видеть результат на лицо Поэтому, конечно же, желательно использовать и то, и другое То есть я, например, как сейчас, сразу после тоника Использую эссенцию Тоже, кстати, вот даже когда уже готовилась к вебинару Да, да, совершенно верно У меня тоже, например, кожа комбинированная Зимой она ведет себя как довольно-таки жирная кожа И все замечательно, и немного, и все прям чудесно Попробовала тоже очень быстро, да Потому что раньше тоже я вот не знала, что нужно очень быстро Вот тонизировать потом эссенцию, потом сыворотку, да Чтобы влага не успела испариться И сейчас, когда я готовилась к вебинару Я вот так вот, значит, кожу очистила Потом быстро-быстро тоника Но так очень интересно, знаете, наблюдать такие новые привычки Буду их носить Потом очень-очень быстро эссенцию Потом очень-очень быстро сыворотку Ну вот у меня даже две сыворотки То есть сначала я после тоника эссенцию Потом сыворотку Вот у меня две сыворотки Я пользуюсь Novage сывороткой и Ultimate Lift сывороткой, да Потому что вообще, кстати, главная философия 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 красоты Японок, да Ну и вообще всех восточных красавиц Любые проблемы с кожей предотвратить Не бороться с морщинами, когда они уже появились Когда нам уже говорят Ой, что-то у тебя там 33 морщины появилось новое на лице, да Или, ой, что-то у тебя там уже пигментация такая Может быть, тебе там какой-то кремчик уже там взять, да То есть когда уже нам даже со стороны говорят, да Или, ой, что-то у тебя там какие-то прищики появились Какие-то непонятные, да Нет, они не борются с теми проблемами, которые уже появились Они предотвращают проблемы Они ухаживают за собой так, чтобы эти проблемы не появились То есть они работают наперед Они вкладывают для того, чтобы у них не появились эти проблемы Или появились как можно-можно позже Вот нам этого не хватает Потому что у нас очень часто женщины, я слышу Ой, ну мне еще там пока рано А потом они говорят, ой, ну мне уже поздно Ну вот знаете, как бы вот лишь бы Лишь бы только ничего не делать с собой Ну такого существенного, да Поэтому и не рано, и не поздно Чем быстрее начнем, тем быстрее мы увидим результат И тем продолжительнее этот результат будет Вот, ну вот, уже прочитали, да Что косметические такие продукты, как эссенции и сыворотки Они имеют очень высокой концентрации Вот все такие питательные вещества Все необходимые вещества для кожи, да Очень и очень-очень повышает эффективность последующих Использование последующих косметических средств увлажняющих После эссенции и сыворотки, да Еще они ампулы дополнительно еще бывают используют Вот такие вот, помните, у нас такие ампулки были золотые Вот я сейчас не помню, есть они у нас сейчас или нет Я уже их использовала И у нас сейчас есть такие вот капсулки фиолетовые в коллекции Королевский бархат, да, Роял Левет Вот они еще используют дополнительно перед увлажняющим кремом Еще такие вот капсулки Сейчас попью твою водички, секундочку Что-то я так пить хочу, не знаю, что-то я сегодня скушала такое Вот И, конечно же, еще после этого обязательно увлажняющее какое-то средство Увлажняющий или питательный крем Ну, вот здесь вы уже прочитали, да Стоит учитывать ваши личные предпочтения, тип кожи и время года От этого тоже, конечно же, очень многое зависит Почему? Потому что, например, я вот все это время пользовалась коллекцией коллаген Которая вот, ну, еще пока старая коллекция, да, но еще пока текущая Зимой я использую, например, тоже вот такой вот крем-экологен, да А на лето у меня облегченный вариант Ну, вот сейчас вот нет под руками Облегченный вариант такой в тюбике Но все равно все этапы эти я использую Но просто на лето я беру более облегченный крем И вот, в принципе, точно так же делают и вот наши восточные красавицы, да То есть для сухой кожи может понадобиться дополнительное увлажнение от крема Смотрите по ощущениям и состояниям кожи И это нам хочется что-то полегче, естественно полегче Какой-то легкий, может быть, увлажняющий крем Который не на масло, а какой-то на водногелевой основе И для жирной кожи наоборот, понятно, да Без масел, а вернее, а для сухой кожи наоборот Более такие жирные питательные текстуры на основе, конечно же, масел Да, тоже вот интересный такой факт Как они используют свои руки для нанесения Вот они все-все-все придумывают для того, чтобы вот как можно эффективнее ухаживать за своей кожей И смотрите, для того, чтобы нанести крем Они вот сначала так растирают, растирают, растирают быстренько так руки, да Для того, чтобы температура их, чтобы ладошки стали, чтобы руки, пальчики, ладошки стали горячие Потому что вы все прекрасно знаете, да Что чем выше температура, тем лучше проникают средства в кожу, в волосы и так далее Я даже, кстати, помню, когда я была предпоследний раз, по-моему У нас, вот в Минске я стригусь у Дениса Пичугина, да Может быть, вы все его знаете Он такой очень классный мастер, известный во всей Белоруссии И он всегда мне дает очень такие интересные, полезные советы по уходу за волосами И поскольку у меня кончики очень сухие, корни жирные вообще обычно, а кончики очень сухие И он мне говорил всегда, ну, посоветовал, секундочку, попью И он мне говорил, говорит, ты всегда бери маску, наноси на руки Держи ее, держи в руках эту маску, чтобы она растаяла, чтобы она стала тепленькой под действием Ну, понимаете, да? То есть, чтобы она согрелась, потому что холодная маска не так впитывается в волосы И потом уже на кончике волос Точно так же крема Я с тех пор именно так и делаю Точно так же и крема Мы сначала делаем ручки горячие Потом берем крем И потом горячими руками Вот так вот они рекомендуют Вот так вот прикладывать, да? Горячими руками этот вот крем, чтобы он глубоко впитался И вот такой вот тоже и горячими пальчиками тоже вот так вот делать по лицу Эффект такого Эффект постукивающего дождя Нам так объясняли, да? На обучении, когда мы были в Вильнюсе на саммите Нам тоже Светлана Назарова, косметолог Мирового уровня, будем так говорить, да? Учила именно вот таким вот образом тоже То есть, вот таким вот То есть, не старайтесь, не растирайте Потому что тоже, я как смотрю Растирают всей рукой Так сильно, так кожа тянут Это вы ни в коем случае делать нельзя Вот так вот легонечко, вот так вот Вот так вот легонечко мы кремчик растираем, да? Или вот так вот прикладываем теплыми ладошками Легкий массаж Подушечек пальцев, да? Вы уже все это прочитали Поможет средству впитаться быстрее, проникнуть глубже Так, у нас уже время, 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 время И защита от солнца Мы уже про это проговорили, да? Что каждые два часа они обновляют Они разбрызгивают Они используют Все возможные и декоративные уходовые средства Все со SPF-фактором И, в общем, очень-очень свою кожу тщательно Оберегают от солнца И, что самое, знаете, что самое интересное? Что для них Вот утренний этап ухода за лицом Вот последний этап ухода за лицом Это обязательно использование тонального средства BB тонального средства Или CC Но обязательно они используют И, кстати, сегодня я попробовала Новое наше средство Как оно правильно? AZ называется, да? AZ-крем Мне хочется сказать BB-крем увлажняющий Он приходит вот в такой вот коробочке Да? Кто еще его и не попробовал, да? В такой вот интересной коробочке Вот такой вот тюбик Такой красивенький, да? Такой аккуратненький Вот у меня он сейчас на лице У меня сейчас на лице оттенок слоновая кость Честно вам скажу На самом деле увлажнение я почувствовала очень хорошо На самом деле здорово увлажняет Сейчас вот вам покажу цвет слоновая кость Как он выглядит Такой теплый довольно-таки оттенок Ну вот Не знаю, видно вам или нет Сейчас я вот покажу его На Вот так вот на На коже Вот так вот Вот так вот, не знаю Он такой довольно-таки натуральный оттенок Но немножко с таким Теплым оттенком Слегка, слегка Мне показалось, что слегка-слегка С желтоватым таким вот немножко оттеночком Вот посмотрите Вот он Какая его текстура Текстура очень такая приятная Такая сливочная Но он не жирный Такой не очень жирный Вот видите Вот он такой вот Легкая такая Видите Вот сейчас вот я Вот, может быть видно, да, на лице Ой, вернее, на руке Такая вот кожа Как увлажненная сразу Да, видно И вот как вы видите Он лег неплотно Он такой как полупрозрачный По степени По плотности, да Честно вам скажу Он такой не очень плотный Если какие-то вот у женщины Или у девушки Прям есть, есть что скрывать Такие какие-то серьезные Какие-то вот нюансы на лице Он так сильно прям не скроет Он такой как чуть-чуть полупрозрачный Я бы сказала Он больше придает такой Очень приятный, красивый оттенок К лицу Он немножко скрывает, конечно же Но такой далеко не самый плотный По плотности, я бы сказала Чуть ниже средний Ну вот такой вот И очень Знаете, что мне очень понравился запах Такой очень нежный Такой приятный аромат Каких-то вот таких вот Какого-то растения Вот какого-то такого весеннего Или летнего какого-то цветочка Какого-то растения Вот не знаю даже точно какого Но очень понравился аромат Средство классное Я очень люблю, когда Средство Тональное средство Когда оно не придает кожу Идеально матовое Такое ровное лицо А такой вот слегка влажный, такой красивый, сияющий такой вид. Вот я очень люблю такие средства, и это средство именно такое. То есть, если у вас клиент спрашивает, матирующее какое-то средство, чтобы такой плотный, маскирующий, такой матовый эффект, нет, это средство совершенно другое. Влажный такой, влажный такой ухоженный блеск, лоск лицу, да, это средство придает. Но не матовость. Поэтому имейте в виду, я думаю, очень здорово будет для тех, у кого кожа сухая. Это будет просто великолепно. Ну вот у меня кожа комбинированная, мне тоже очень-очень это средство понравилось и подошло. Буду его очень использовать с огромным удовольствием. Поэтому видите, как восточные красавицы используют тональные вот такие вот средства, BB крема, CC крема тональные. Это у них завершающий этап ухаживающего процесса, утреннего процесса, да, без тональных средств они не находятся ни дома, ни на улице, нигде. То есть это у них этап ухода за лицом. Поэтому для меня, например, это была, ну, вот такая вот какая-то новость. Ну, я этого не знала, да, потому что у нас это считается уже декоративный этап, да, уже первая часть макияжа, будем так говорить, да, первый этап макияжа. У них вот таким вот, ну, вот так вот интересно. Это говорит о том, что, ну, вот такие вот маразны, это говорит еще, мне кажется, о культуре людей, да, что они, ну, нигде не позволяют появляться вот с таким вот голым лицом. Вот все-таки вот, ну, согласитесь, ведь с тональным средством мы выглядим совершенно по-другому, да, совершенно другой вид, более ухоженный, более приятный, более комфортный и для нас самих, и для окружающих. Ну, ну, как бы совершенно другой вид, поэтому, поэтому вот таким вот образом. Это, кстати, последний слайд, да, и, ну, вот видите, заключение такое, что на первый взгляд может показаться сложной такой системой, да, ухода. Но на самом деле стоит попробовать, и вы знаете, да, вот ради интереса просто пару недель попробовать и посмотреть на результат. Я честно вам скажу, что я обязательно буду использовать многие моменты из тех, что я сама узнала, когда готовилась к этому вебинару, обязательно буду использовать. И буду потом делиться впечатлениями, и вы тоже, если будете использовать какие-то вот вещи с азиатского ухода, с особенностей, тоже потом обязательно поделитесь вашими отзывами, вашими впечатлениями. И, в принципе, в основном это всё. Я была очень рада вас всех сегодня видеть, слышать. И я очень рада, и для старичков я очень рада. Поэтому вам всем желаю завтра такой замечательный праздник, 14 февраля. Я надеюсь, что вы уже приготовили для своего любимого подарок, сюрприз. Конечно же, я вам честно скажу, что самый-самый-самый большой подарок для ваших вторых половинок, честно вам скажу, это будет ваша ухоженность и ваша красота. Потому что любой мужчина всегда, ну согласитесь со мной, любой мужчина всегда мечтает, чтобы рядом с ним была даже не то, чтобы красивая жена, красивая женщина, а ухоженная женщина. Поэтому сделайте подарок вашему мужчине. Будьте каждый день, каждое утро, каждый вечер ухоженными и красивыми. Поэтому всем вам желаю красоты. Не жалейте для этого сил, времени. Спасибо вам большое за отзывы. Не жалейте для этого времени, сил. Всем вам желаю не лениться и работать над собой. И до новых встреч на следующих вебинарах. Всем пока-пока. С наступающим вас.